Друзья, важный момент. Тест дюз не полный, но принтер печатает довольно-таки ровно, не полосит. Все прекрасно и хорошо. Как мне объяснили замечательные ребята, с которыми я встречался в среду. Большой привет, кстати, это Мансур и Артем из солнечного города Питер. Еще раз спасибо за то, что поделились опытом. В лето приглашаю вас в гости. Созвонимся обязательно, съездим куда-нибудь на Черное море, покуражем. Так вот, как мне объяснили ребята, технология печати Canon немного отличается от технологии печати Epson. И даже если у вас тест дюз не полный, в принципе, какое-то время еще принтер будет адекватно печатать, ну, скажем так, на таких материалах, как холст, ну и фактурных каких-то бумагах. Вот, в данном случае я напечатал холст, это метрики. Все замечательно, прекрасно и супер. Присутствует желтый цвет, присутствуют оттенки. Вот, давайте так, в компьютер. Да, и, собственно, то, что мы наблюдаем. Все отлично и хорошо. Вот, хотя тест дюз не полный и, в принципе, голову под замену. Вот. Еще Некоторой особенностью я вам вот сейчас, в данный момент, покажу фотографию чернил, которые, на которых головы Canon ходят немного дольше, нежели на DC-TEC, OCP. Это касается конкретно 770-го аппарата, вот, о котором я вел речь с ребятами. Вот. Что еще нужно знать? Важный момент, я о нем говорил, упоминал в своих видео. Вы, наверное, читали об этом в интернете, на форумах. Компания Canon сделала такую хитрую штуковину, которая в случае отключения, слежения за уровнем чернил, через какое-то время сразу убивает голову. Вот. Это правильно, это хорошо, инженеры Canon молодцы. Вот. Чтобы сразу, после первого комплекта картриджей, у вас не упало все настроение в осадок, и вы не начали судорожно искать голову PF-04. Кстати, телефон оставлю в комментариях и в описании к этому видео. Это Мансур, можно к нему обращаться. Он, в принципе, товарищ адекватный, поможет и словом, и делом, только респект и уважуха. Вот. Чтобы вы не попадали на голову после первого комплекта чернил, да, картриджей, рекомендуется покупать у китайцев чипы. Ну, можно и не у китайцев, можно связаться с Мансуром очень быстро и хорошо. Не рекламы ради, а информации для, ребята, на самом деле. Значит, как только вы, принтер просит заменить вас картриджи, вы вытаскиваете этот картридж, вставляете другой чип, вставляете картридж. Принтер видит, что льются оригинальные чернила, все хорошо, отлично, и продолжает работать дольше. Вот. На форумах уже неоднократно, на том же самом Resetters, эта тема разжевывалась. Собственно, вот так было и мне сказано. Просто делюсь этой информацией, очень надеюсь, что канал мой интересен, очень надеюсь, что ты подписался. Подписывайся, правда, надо, блин, эту тысячу подписчиков набрать, чтобы хоть какой-то лавандос капал с этого канала. Вот. Рекомендую друзьям. Кстати, извиняюсь за то, что никак руки не доходят сделать нормальный, адекватный обзор Fuji Frontier, который у меня есть. Это 350-я фотолаборатория. Я к ней доберусь, но, скорее всего, быстрее всего, сделаю видеообзор на Brother DL2500. Вот. По-моему, так. Только положительный восторг от этого МФУ. Стоит у меня в фотоцентре. Ну, это такой небольшой анонс. Вот. Прекрасная МФУшка. Всё разжую и положу в следующий видеообзор. Всем мир, печенек, жвачек, там. Любите своих близких. Да, вот, заканчиваю видео, показываю вот такая вот штуковина, цветопередача. Никуда не убежала, из-под профилей печатает. Всё круто и классно. И, пользуясь случаем, делаю вот такую красивую штуковину своей любимой супруге. Будет у меня красоваться в квартире. Вот. Ещё раз, любите своих близких, работайте для них, работайте для своих детей. Поменьше бухайте. Ну, и, собственно, всем мира, добра и печенек. Вот. Всем пока. С вами был Василий Хлащёв. Подписывайся на канал. Подписывайся на канал.